Всем привет! В эфире универ-ниуса в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор КФУ Ильшат Гафуров избран академиком Российской академии образования. В Казанском федеральном университете состоялось открытие Института исследования Центральной Азии. КФУ проходит дни Сургут нефтегаза. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел встречу с руководством Чувашского педагогического университета. Стороны обсудили перспективы сетевого взаимодействия между вузами в области педагогического образования и совместное развитие программ изучения родных языков. Сразу после встречи делегация ЧГПУ посетила Центр магистратуры Института психологии образования КФУ. Именно здесь сконцентрированы самые передовые технологии в области подготовки педагогических кадров. Но мы переходим к главным новостям. Ректор КФУ Ильшат Гафуров был избран академиком Российской академии образования. Это стало известно 27 февраля в Москве, где проходило ежегодное общее собрание членов Российской академии образования. Подробности осмотри в сюжете Анны Газуновой. 27 февраля в Москве состоялось ежегодное общее собрание членов Российской академии образования. Обсуждался отчет о проделанной ведомством в работе в 2018 году. А также огласили стратегии на ближайшее будущее и избрали новых членов Российской академии образования. В число академиков вошел и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Напомним, что в 2016 году за достижения в области образования он был введен в состав академии в качестве члена корреспондента. Столь почетного звания ректор КФУ был удостоен за многие заслуги. Нужно сказать, что на сегодняшний день в структуре КФУ 14 институтов, 1 факультет и 2 высшие школы. В КФУ функционируют также два филиала в набережных Челнах и Елабуге, два специализированных лицея и собственная крупная университетская медицинская клиника. В настоящее время здесь обучаются более 47 тысяч студентов и аспирантов, в том числе более 7 тысяч иностранных студентов, а также работают более 10 тысяч сотрудников. В сентябре 2017 года КФУ стал частью приоритетного федерального проекта по экспорту российского образования. Создана система сквозного предпринимательского образования. Подготовка педагогических кадров КФУ происходит сразу в двух системах – классической и распределенной. Одной из важнейших задач непрерывного образования является развитие учащихся предпринимательских компетенций, которые помогут им работать в жесткой конкурентной среде. В стенах университета проходит переподготовку более 7 тысяч учителей из республики других регионов России. Избрание ректора КФУ Ильшата Гафурова в состав действительных членов Российской академии образования дает возможность кооперации КФУ с институтами РАУ в вопросе повышения качества отечественного образования и развития страны в целом. Анна Глазунова, Универньюз. 28 февраля в зале попечительского совета прошло заседание ученого совета Казанского федерального университета. В ходе заседания ректор КФУ Ильшат Гафуров вручил дипломы заслуженным профессорам, преподавателям и работникам Казанского университета. Также ряд научных сотрудников был представлен к получению ученых званий. Кроме того, поднимались вопросы об увековечении памяти знаменитых людей и выдающихся исторических событиях. Было также обсуждено повышение оклада сотрудникам КФУ. В этот же день в Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялось открытие АНО Института исследования Центральной Азии. О том, как это происходило, вы узнаете из сюжета нашего корреспондента. В КФУ был дан старт новому проекту в социогуманитарной сфере. Речь идет о программе под названием Институт исследований Центральной Азии. На сегодняшний день исследователи Республики Казанского федерального университета, других научных образовательных центров Академии наук Республики Татарстан готовы не только усилить это взаимодействие, но и содействовать реализации новых и новых программ. Данная организация формируется для исследования политических, экономических и социокультурных процессов в Центрально-Азиатском регионе, разработки аналитических сценариев, развитие проектов сотрудничества с Россией. Казанский федеральный университет очень тесно сотруден с этими республиками, в плане того, что к нам приезжает очень много ребят, которые обучаются у нас в университете сегодня. Уже в день открытия Института исследований Центральной Азии было проведено первое мероприятие в Уорам. Круглый стол по профилактике, экстремизм и терроризм в молодежной среде на постсоветском пространстве. Мы видим, что, например, в деятельности исламского государства, запрещенного в Российской Федерации, запрещенного еще в ряде стран, участвует ряд молодых людей, как из стран Центральной Азии, так и из России, из различных ее регионов. На круглом столе обсуждались вопросы угрозы экстремизма и терроризма в постсоветских странах, региональные специфики, методов и проблемы ее профилактики в молодежной среде. Камиль Гемоздинов, Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Казанский федеральный университет озабочен не только подготовкой специалистов, но и трудоустройством своих выпускников. Именно для этого проводятся такие мероприятия, как Дни Сургутнефтегаза в КФУ. Что ожидало студентов на мероприятии, расскажем в нашем сюжете. В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ организованы Дни компании Сургутнефтегаз. Для студентов была организована работа площадки, где сотрудники познакомили их с историей и основными направлениями деятельности компании. В Казани представлены очень хорошие образовательные организации. Казанский федеральный университет является одним из ведущих вузов России. И это мероприятие мы проводим для того, чтобы самим посмотреть на студентов, оценить их уровень и дать ребятам возможность познакомиться с Сургутнефтегазом. Для оценки студентов компании проводится тестирование по направлениям подготовки и задания на решение производственных задач. В целом мероприятие направлено на поиск будущих специалистов. Лучшие могут претендовать на стипендии с последующим закреплением за структурными подразделениями компании. Нам интересно, чтобы в компанию приходили специалисты, подготовленные разными вузами. Потому что специфика подготовки в разных вузах немножко отличается. И синергия различных знаний, различных способов подготовки в компании как раз формирует тот уровень компетенции, который нужен для решения важных производственных задач. Дни Сургутнефтегаза в КФУ продлятся до 1 марта. В заключительный день состоится ярмарка вакансий, а студенты смогут подать документы на прохождение практики или трудоустройства. Казанский федеральный университет давно ведет сотрудничество с Сургутнефтегазом. Сегодня мы сотрудничаем в области образования, очень серьезно, потому что примерно 10-20 каждый год распределяются на работу в этой компании. Кроме того, примерно столько человек проходит практику. Для нашего небольшого контингента студентов это достаточно весомое количество студентов, которые принимают участие в практической деятельности компании. Далее планируется расширить сотрудничество и в научно-технологической области. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. 28 февраля открылась выставка, посвященная выдающемуся ученому и художнику Владимиру Баранову. На выставке представлено порядка 200 документов, фотографий и личных вещей ученого, а также около 70 живописных работ Баранова. Анна Глазунова расскажет подробности в сюжете. В выставочном зале Музея Николая Лобачевского Казанского федерального университета открылась выставка «Баранов к истине и вдохновению сквозь века и расстояние». Она посвящена 130-летию со дня рождения ботаника, профессора Казанского университета и художника Владимира Баранова. Баранов был ученым. Он долгое время был заведующим кафедрой ботаники. Он известен как флорист, палеоботаник и геоботаник. Огромным открытием станет большая увлеченность Баранова и профессионализм, который он проявлял в живописи. Он был путешественником и использовал свои поездки исключительно для научных целей. Гостями выставки стали сотрудники студента Казанского федерального университета, а также ученики лицея имени Лобачевского КФУ. На выставке представлено около 70 живописных работ Баранова. Все посетители выставки смогли увидеть различные картины, среди которых большинство работ – это пейзажи с изображением природных ландшафтов разных континентов. Здесь представлены личные вещи ученого и членов его семьи. Различные тетради, рисунки, студенческая научная работа, записные книжки, чернилица, шкатулка с письмами. Можно увидеть фотографии Владимира Баранова разных лет. Особый интерес представляют фотоальбомы, оформленные ученым по результатам экспедиции. А также гербарные листы и образцы лишайников, собранные собственноручно Барановым. А картина для афиши была выбрана не случайно. Я с удивлением обнаружила у него замечательный рисунок, который так и называется – дерево путешественников. Оказывается, есть такое. И именно эту работу мы выбрали на афишу этой выставки. Выставка завершит свою работу 14 апреля. Всех желающих приглашаем в музей Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч.